Мы восхваляем Аллаха Всевышнего, кроме которого нет божества, по праву достойного поклонения. Мы свидетельствуем, что Мухаммад, саллиллаху алейью вассалям, его рабы-посланник, последний из пророков и печать пророческой миссии. Те, которые веровали, бойтесь Аллаха должным образом и не умирайте не иначе, как будучи мусульманами. О, люди, бойтесь вашего Господа, который создал вас из единой души и также создал из этой единой души пару для нее же самой и произвел множество мужчин и женщин. Бойтесь Аллаха, именем которого вы спрашиваете друг друга, а также бойтесь прерывать родственные связи. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Он исправит для вас ваши поступки и ваши деяния, простит для вас ваши грехи, простит вам ваши грехи. И тот, кто подчинился Аллаху и его посланнику, уже обрел великий успех. А затем, дорогие братья, после великого обряда хаджа, который объединил всех мусульман на священных землях Мекки, хотел бы напомнить очень важный момент, который каждый из нас должен правильно понять, осмыслить и следовать ему в нашей ежедневной жизни. Это придерживаться общины мусульман, крепко держаться за джамаат. В известном хадисе от Худайф ибн Ульямана, когда он спросил посланника Аллаха о зле, он сказал, все люди спрашивали посланника Аллаха о хорошем, а я спрашивал его о плохом, чтобы не попасть в это плохое. И в хадисе говорится о том, что когда Худайфа спросил, что мне делать, чтобы обрести успех и спастись, посланник Аллаха о салавату Аллаху и ва саламу алейхи сказал, ты должен крепко держаться общины мусульман и их правителя, либо же их предводителя. Когда же Худайфа сказал, если же будет какое-то время, которое не будет ни имама и не будет джамаата мусульман, то тогда пророк саламу асалам сказал, тогда же отдались от всех этих течений, от всех этих джамаатов, и даже если для этого тебе придется ухватиться коренными зубами за корень дерева, и так, чтобы тебя застала смерть, когда ты будешь пребывать в таком положении. Так вот, дорогие братья, в этом хадисе ученые выделяют очень важные две основы агалусыну аль-джама. Первое – это следование имаму, предводителю мусульман. Если мусульмане живут в мусульманской стране, чтобы они следовали правителю мусульманину. Если же они живут в немусульманской стране, как мы с вами, то чтобы они следовали имаму общины и имаму мечети. В тех вопросах, которые не противоречат повелениям Всевышнего Аллаха. Однажды к Ибн Аббасу, рада и Аллаху анну, пришел человек, который, скорее всего, поддерживал людей, вышедших против Али, против Муавии, и спросил, что ты скажешь по поводу правителей, которые притесняют нас, которые забирают наше имущество, которые плохо относятся к нам, намекая, что выходить нам против него, воевать, или же все-таки сохранить кое-какой мир, на что Ибн Аббас ответил ему следующее. То есть дай им то, что они у тебя берут. То есть единство мусульман, община, это намного важнее. И дальше он сказал следующее, Ибн Аббас. Поистине предыдущие общины, которые уже исчезли, были наказаны, либо же исчезли с лица земли, именно по причине их разобщенности. И далее он сказал, разве ты не слышал, как Всевышний Аллах сказал, Крепко держитесь все вместе, заверив Аллаха и не разделяйтесь. То есть крепко держитесь за религию Ислам. Омар, да будет доволен им Аллах, сказал следующее. То есть нет настоящего Ислама, то есть подчинения Всевышнему Аллаху, кроме как вместе с джамаатом. И нету джамаата настоящего, настоящей общины мусульман, кроме как с предводителем, с имамом. И нету предводительства в общине, в которой нету подчинения и послушания их имаму. Посланник Аллаха, салаватуллахи, асаламу алейх, сказал следующее. Три качества, или три принципа, которые если будет их применять в жизнь мусульманин, то его сердце никогда не будет опечалено. Как сказали толкователи этого хадиса, то в это сердце никогда не зайдет болезнь и лицемерие. Три качества, дорогие братья, три принципа. Первое. То есть искреннее совершение поступков ради Аллаха. Искренность по отношению к Всевышнему Аллаху. Второе. И давать доброе, искреннее, благое наставление тем, кто обладает властью. Как мы говорили ранее, обладает властью – это две категории людей. Это правитель и ученые. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы правильным образом дать наставление даже ученым. Они такие же люди, и также могут ошибаться. И также дать доброе наставление скрытым образом предводителю, либо же правителю мусульман. И третье. Валюзуму аль-джамаха. И неразрывное следование общности, общине мусульман. То есть крепко быть вместе с мусульманами, не разделяться. Ни один раз в год приходить на праздничную молитву. Ни два раза в год. Не приходить только по пятницам на джума. А в остальные дни жить, как остальные люди. Нет, нужно стараться за всех сил отправлять детей на кружки по изучению Курана, которые недавно проходили здесь. Мы увидели не больше десятка детей. А сколько нас здесь сейчас с вами в мечети? Неразрывно посещать уроки. Стараться брать полезные знания. Стараться спрашивать у обладателей знания. Если не можете лично прийти, можете позвонить по телефону. Здесь, аль-хамдуллах, есть обладающие знания люди. Неразрывно следовать джамаа. Валюзуму аль-джамаа. Это слова посланника Аллаха, саллаллаху ассаляму, лучшего из людей. И далее пророк, саллаллаху ассаляму, сказал. Если же ты оставишь это следование, эти три принципа, то их, то есть мусульман, окружат те, кто стоят за ними. То есть их враги. Если эти три принципа не будут воплощаться в жизнь, то мусульман обязательно схватит враг. Оттуда, откуда, они не ожидают. Шейху аль-исламу ибн Таймия, рахиму Аллах, комментировал этот хадис следующим образом. Все эти три принципа объединяют в себе правила и основы религии. Обратите внимание, первый принцип – это едино Божие. Искренность по отношению к Всевышнему Аллаху. Второй принцип – он упорядочивает права людей. То есть права нас с вами, между собой. Давать благое наставление друг другу. И третье – быть вместе и не разделяться. Один из ученых так комментировал этот хадис. Сказал, что все беды и проблемы, которые бывают у мусульман, они происходят по причине попустительства и по причине плохого отношения к этим трем принципам. Или к некоторым из них. Имам Ибн Абдул-Бар, рахиму Аллах, сказал следующее. Тот человек, который воплотил в жизнь три эти принципа, то его сердце никогда не постигнет болезнь и не будет в нем лицемерия. Ибн Аль-Афир сказал, эти три принципа исцеляют сердце. То, кто станет их придерживаться, очистит свое сердце от предательства, порочности и зла. Не даром, дорогие мусульмане, ученые особым образом выделили правила исламского фикха. И среди великих этих правил есть правило, что Общая польза стоит на первом месте, нежели польза частная. Если у вас есть личные какие-то амбиции, либо же личный интерес, и вы видите, он идет вразрез с интересом джамаата, то лучше, если вы оставите свои амбиции, свои цели и так далее, и последуете за джамаатом, и сделаете общее дело. Потому что мы знаем, как посланник Аллаху саламу сказал, яду Аллахима аль-джамаат, рука Аллаха вместе с джамаатом, вместе с общиной. Омар ибн аль-Хаттаб сказал, тот, кто хочет жить в просторах рая, пусть неизменно держится джамаата. Тот, кто хочет жить в просторах рая, пусть неизменно следует джамаату. Ибн Масуд, ради Аллаху Анну, сказал, ой-юхан-нас, 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 вам надлежит неизменно быть покорными, и вам неизменно следует быть с джамаатом. Ибо поистине, эти два принципа, это и есть верфь Аллаха, которую Он приказал придерживаться. Ибо поистине, то, что вы любите, точнее, то, что вы не любите, то, что вам ненавистно, но при этом вы пребываете вместе с джамаатом, лучше для вас, чем вы будете следовать тому, что вы любите, но пребывая в разобщенности. С одной стороны, джамаат, община, мусульмане, единство, а с другой стороны, разобщенность. То, чему мы будем следовать вместе с джамаатом, пусть это будет для нас ненавистно, лучше для нас, чем если мы будем следовать тому, чему мы любим, но будем разобщены. Будем разделяться на партии, на секты, на течения, и не следовать сунне, Курану и сунне. Катада сказал, Поистине, Аллаху ненавистна ваша разобщенность. И он предостерег вас от разобщенности и запретил вам эту разобщенность. И поистине Аллах был доволен для вас послушанием, подчинением, согласием и общиной. То есть, Аллах доволен этими принципами. Так будьте же довольны для самих себя тем, чем был доволен для вас Всевышний Аллах. То есть, проявите довольство тем же, чем был доволен Всевышний Аллах. Дорогие мусульмане, что же разделяет нашу общину сегодня и как мы можем избежать разобщенности? На это ответили ранние ученые ислама, сказав, что община, которой призывал посланник Аллаху, она может подразумевать две вещи, два вопроса. Первое, это может быть вопрос, на котором объединилась исламская умма, исламские ученые, какой-то шариатский вопрос. Относительно него есть иджма. И этому иджма нельзя противоречить, после того, как оно уже имело место. И второе, это следование имаму, который есть у мусульман в этой стране, в этой местности. Это очень важно. Сагаль Ат-Тастари сказал, люди будут пребывать в благе, пока они будут внимательно относиться к этим двум принципам. Если будут правильно относиться к своим правителям и правильно относиться к своим ученым. Две вещи. И далее он сказал, если же они будут невнимательны к этому, то они обязательно испортят свою и мирскую жизнь, и жизнь вечную. Сегодня я хотел бы сказать относительно того, что люди говорят об ученых. Что слова относительно ученых, порицание ученых, или же открытое высказывание, свое несогласие, или же выход против ученых своими словами, это порицаемое дело в исламе. Это раскалывает общность, это раскалывает общину мусульман. Абузура, один из правильных предшественников, один из имамов хадиса, сказал следующие слова. Если ты увидишь человека, который плохо отзывается хотя бы об одном сподвижнике, посланник Аллаха, саламу салям, то знай, что он является зиндиком, он является еретиком. Кто такой зиндик? Зиндик – это что-то между лицемером и вероотступником. Очень плохое положение. Так вот, знай же, что если кто-то порочит хотя бы одного сподвижника, либо же уменьшает его в глазах других людей, то он является зиндиком. Потому что, далее Абузура объясняет, потому что мы убеждены, то есть мы, аглю сунавальджама, убеждены, что посланник Аллаха, саламу саламу, это истина. Истина от Всевышнего Аллаха. И также мы убеждены, что то, с чем пришел посланник Аллаха, саламу саламу, тоже является истиной. Эти два вопроса нет разногласий относительно них по алю сунну аль джяма. Пророк, то с чем он пришел, тот же, кто пытается унизить каким-то образом хотя бы одного сподвижника, пытается тем самым унизить Куран и Сунну. Потому что именно с посредством сподвижников до нас дошел и Куран и Сунна. Поэтому будьте внимательны, дорогие братья, когда увидите, что кто-то порочит сподвижников, табиинов, либо же ученых из числа их последователей. Потому что ученые это последователи пророков. Шеябнур Тамин сказал, если ты увидишь человека, который порочит ученых, то знай, что он его порочит не потому, что он испытывает к нему личную вражду, а потому, что он порочит то знание, которое несет ученый. И когда человек в глазах других мусульман унизил какого-то ученого, и люди пошли на это, то есть прислушались к нему, после этого какой результат? Не важно, что они не будут любить этого ученого, а важно то, что они не будут принимать то шариатское знание, которое сказал этот ученый. Это важно. Поэтому тот, кто пытается оклеветать, либо же унизить ученых в глазах других мусульман, тем самым он унижает шариатское знание. Абдулла Абноль Мубарак сказал следующие слова. «И все, кто пытается говорить на ульяне, в уме, в уме, в уме, в уме, в уме, в уме. И все, кто позволяет своему языку плохо говорить об ученых, то Аллах испытает этого человека еще до его смерти. И знаете, чем испытает его Аллах? Аллах испытает его смертью его сердца, потому что его сердце, оно не будет принимать истину от этих ученых. И тем самым оно обречено на смерть. В известном хадисе Кудси Всевышний Аллах говорит «Тот, кто воюет или тот, кто проявляет вражду к моему приближенному, тому я объявляю войну». Кто может победить Всевышнего Аллаха? Кто может победить в войне, которую Всевышний Аллах объявляет какому-то человеку? Никто и никогда. Имам Абу-Ханифа, имам Аш-Шафи'и сказали относительно этого хадиса следующее. Если не ученые являются приближенными Аллаха, то тогда у Аллаха нет приближенных. То есть, если же не ученые являются валиями, аулия Всевышнего Аллаха, то тогда у Всевышнего Аллаха нет аулия. Тем самым они сказали, что именно ученые в первую очередь заслуживают того, чтобы быть валиями Всевышнего Аллаха. Именно поэтому ученые, такие как Абу-Джафар Ат-Тахауи, составляя свою акиду, в которой изложили принципы Аглю Суннава Аль-Джама'а, сказали следующее. То есть, ученые праведных предшественников из первых поколений, из тех, кто последовали за ними, они являются лучшими людьми, представителями лучших поколений и теми, кто передал до нас слова с подвижников и посланника Аллаха, они являются людьми фикха, те, которые поняли фикх на самом деле и те, которые на самом деле правильно размышляли над фикхом. И о них нельзя говорить ничего, кроме хорошего. А тот же, кто говорит о них, об ученых, плохо, тот не следует правильным путем. И также, дорогие братья, хотелось бы сказать, что если люди не будут следовать ученым, то они будут следовать другим, призывающим к заблуждению, призывающим к невежеству и призывающим к противоречиям. Вспомним историю пророка Салиха алейхи салям, когда Всевышний Аллах дал ему верблюдицу, и он запретил людям убивать эту верблюдицу. Когда же люди убили эту верблюдицу, то они не сговорились все вместе. Нож был в руках одного человека. Один человек убил верблюдицу, но наказание постигло всех людей вместе. Вы зададитесь вопросом, почему? Ответ очевиден. Потому что все они были согласны с его поступком. Все они несли ответственность, хотя убил только один человек. И всех их Всевышний Аллах уничтожил. Как иначе, если Всевышний Аллах сказал Если же вы услышите до этого было неспослано для вас в книге, в писании о том, что если вы услышите как не веруют в знамение Аллаха, то есть проявляют неверие в аяты Всевышнего Аллаха или же насмехаются над аятами Всевышнего Аллаха, то не сидите в этом месте, там где проявляют неверие и где насмехаются над аятами Всевышнего Аллаха. Но если же вы сделаете это, то вы будете такими же как и они. То есть если вы будете сидеть в тех местах где не веруют в аяты Всевышнего Аллаха, где призывают не верю, где насмехаются над аятами Всевышнего Аллаха, просто потому, что вы там будете сидеть, увеличивать их количество, этих людей, то это будет указывать на ваше согласие с этим. Потому что Аллах сказал, поистине в таком случае вы будете такими же, как они. Этот аят указывает на то, что если группа или община согласна с каким-то действием и молчит, то ответственность падает на всех. Также и те, кто порицают ученых, унижают их, либо же пытаются как-то опорочить в глазах других мусульман, они несут ответственность, если не порицают этих людей, которые занимаются этим грехом. Хотелось бы завершить эту хутбу словами Всевышнего Аллаха. Крепко держитесь за верфь Аллаха, все вместе и не разделяйтесь. И помните ту милость, которую Аллах оказал вам. Когда вы были врагами друг к другу, но Аллах объединил между вашими сердцами, сплотил их. И таким образом, по его милости, вы стали братьями. И вы были на самом краю горящей пропасти, адской пропасти. Вот-вот готовы были упасть туда. Но Аллах вас спас от этого положения. Таким образом, Всевышний Аллах объясняет вам свои знамения. Быть может, вы пойдете прямым путем. Прошу Всевышнего Аллаха оказать нам милость следовать сунне его посланника, помиловать нас в этой жизни и в жизни следующей. Прошу Всевышнего Аллаха помочь всем обездоленным и униженным единобожникам в этой жизни, в этом мире. И особенно прошу Всевышнего Аллаха от имени нас всех помочь мусульманам в Бирме. И прошу Аллаха уничтожить врагов его религии и врагов всех мусульман. Продолжение следует...